Сегодня разберем функционал двух моих скриптов, которые вы сможете скачать на моей странице в Boosty. Первый скрипт называется MyFilter. Он простой в использовании, но тем не менее эффективный. Позволяет буквально в один клик отключать и включать некоторые элементы в юпорту. Очень часто при работе мне конкретно мешает вот этот назойливый грид, вот эта сетка, а также линия горизонта на заднем плане. Также некий дискомфорт приносит вот эта зона безопасности для рендера, которая крадет у вас рабочее пространство в юпорта, и хотелось бы ее отключать хотя бы на время. Да, я знаю, что вот эту фильтрацию в юпорта вы можете отключить из закладки Filter. Отключаем WordGrid, Horizont, Workplane, но как видите, для этого нам нужно сделать как минимум три клика. В то же время, если вам нужно это все снова включить, вам нужно сделать так же к тучу телодвижений, тратя на это время и свои силы. Хотел бы также сказать, что в Cinema 4D есть мод Geometry Only, который позволяет отключать все во вьюпорте, кроме самой геометрии, но тем не менее для большинства вариантов работы это не подойдет. Допустим, если у вас в сцене есть какие-то модификаторы, деформаторы или поля, то они имеют свои направляющие. Эти направляющие отключаются в этом режиме. То есть комфортно вам работать не придется, так как вы не сможете в полной мере управлять своей моделью, применяя модификаторы, деформаторы, поля и так далее. Смотрите, мой скрипт позволяет в один клик включать все эти вещи и отключать. Нажимаем на скрипт, грид отключен, линия горизонта также. Еще раз нажимаем, буквально один клик и все обратно вернулось во вьюпорт. Теперь касательно вот этих зон безопасности рендера, или так называемых Save Frames. Чтобы отключить вот эту зону, нам нужно прижать клавишу Shift-V, мы переключимся в настройки вьюпорта и здесь нужно найти вкладочку Save Frames и снять отсюда галочку. И как видите, вот эти зоны безопасности у нас были отключены. Чтобы включить, снова ставим галочку в читбоксе. Но это тоже лишняя трата времени. Скрипт позволяет делать это намного быстрее. Давайте выберем танк. Как видите, здесь у нас в атрибутах все переключилось на параметры самого объекта. И если мы нажмем на скрипт, отключается грид, отключается линия горизонта, а также нас автоматически перенаправляет вот это окошко по настройке вьюпорта. А именно вкладочку Save Frames, где мы можем также раскликнуть и убрать вот эти полоски безопасного рендера. Если нужно их опять включить, выставляем галочку. Не беда. Вот такой простенький, но в то же время эффективный скрипт. Следующий скрипт, который я написал, он более сложный с точки зрения самого кода, но также интуитивно понятный и прост в обращении. Допустим, у нас есть вот такая модель танка. Мне бы хотелось поставить ее на плоскость, то есть на пол. Давайте для этого я добавлю сюда Plane, которая будет обозначать у нас именно этот пол, да, плоскость земли. И смотрите, выбираю танк, кликаю на данный скрипт, и он перемещается на поверхность пола. То есть нам не нужно ручками там к миллиметру все это таскать, выставлять или переходить там вид спереди или вид сбоку и это все выравнивать. Такие телодвижения в данном случае не нужны. Вам достаточно просто выбрать модель и нажать на иконку скрипта. И сама модель перемещается на пол, где бы она не была. Допустим, переместим модельку из центра координат, еще раз нажимаем, и как видите, модель опускается ровно на пол. Кстати, подобный плагин уже есть на просторах интернета, точнее он был, назывался Drop2Flow, но не знаю, сможете ли вы его найти, а особенно для новой 2023 версии Cinema 4D. Скорее всего, данный плагин, если вы его найдете, работать в новых версиях не будет. Все мои скрипты работают буквально в любых версиях, начиная с 20-й, это точно. Ну а теперь, как установить данный скрипт. Переходите на мою страницу Boosty. Если у вас что-то не отображается, то нужно включить VPN. Ищите вот этот пост, скрипты, и в комментариях закрепленные ссылки на скачивание. Выделяете вот эту ссылочку, копировать. Переходите в строчку поиска браузера, вставляете. Дальше вводите капчу. Соглашаете, что вы человек. I am a human. Ждете 3 секунды. И скачиваете. Данный скрипт, как видите, находится в архиве. Его нужно разархивировать. Или же просто вытащить отсюда. Переходим в Cinema 4D. Идем в Extension. Use Script. И ищите Script Folder. То есть папка скриптами. Заходите теперь в сами скрипты, где у нас они находятся. И просто перетаскиваете сюда папочку с скриптом. Вот таким образом. У меня данный скрипт уже установлен. Потому возникает вопрос в системе заменить или пропустить файл. Вот этот скрипт. Где ты? Object to Flow. Перезагружаете Cinema 4D. Переходите в Extension. User Scripts. И запускаете данный скрипт. Из данной папки. Script. Object to Flow. Вот этот питоновский файл. Открыть. Или же, если вы хотите добавить его сюда на панель быстрого доступа, вам нужно нажать на напильники возле любой панели, правой клавишей мышки. Найти команду кастомизировать. Найти команду Customize Palettes. Вам нужно зайти в вкладку Windows. И прижать команду Save as Startup Layout. То есть, сохранить как стартовую раскладку интерфейса. Также не лишним будет прижать Save Layout as и сохранить этот лейаут под каким-то названием. Допустим, My Layout или что-то в этом роде. Я же это делать не буду, так как у меня уже есть свои предустановки интерфейса. Но это еще также не все. Посмотрим, работает ли данный скрипт. Добавлю в сцену кубик, подниму его. Нажимаю на скрипт. Да, он ставит объект на плоскость земли, на поверхность. Но мне не хотелось бы каждый раз кликать на иконку данного скрипта, чтобы его вызвать. Как это сделать проще? Показываю. На скрипт можно назначить горячую клавишу. Еще раз нажимаем на напильнике возле панели. Customize Palette. Ищем опять скрипт. Object. Object to Flow. Вот данный скрипт. И для него вы можете назначить команду. Или shortcut. Горячие клавиши. У меня здесь назначена команда Shift плюс тильда. Где добавить сочетание? Вот у нас есть поле shortcut. Нажимаете сюда команду. Команду, допустим, такую, как у меня. Shift и тильду. А потом применяете эту горячую клавишу, нажимая на кнопочку Assign. Применить. И все. Смотрите. Теперь, когда мне нужно вызвать данный скрипт. И те команды, которые он в себе несет. Я просто нажимаю Shift и тильда. Очень быстро. Очень эффективно. Для тех, кому важно время. Это очень крутая фича. Ну а во второй части данного урока. Я покажу вам, как написать простенький скрипт. Без практически знаний программирования. Писать мы будем вот этот скрипт. Который позволяет отключить grid. Сетку горизонта. А также проставить зону безопасности. Включить или отключить ее. Об этом я уже рассказывал в начале данного ролика. Если вам понравился данный урок, не забудьте поставить ему лайк. И, конечно же, если мой канал для вас интересен. Если он несет в себе какую-то полезную смысловую нагрузку. То не забудьте подписаться на него. Это, я думаю, будет не лишним. Ведь здесь есть множество полезных материалов. Которые помогут вам обучиться. Причем обучиться абсолютно бесплатно. А также на своем Boosty аккаунте я делюсь многими авторскими уроками, курсами, скриптами и прочими полезными материалами. Также не забывайте заглядывать туда. Все ссылки в описании.